Девочки, привет всем! Сегодня был запрос на то, чтобы приготовить что-то из амарантовой и коноплиной муки. Написали мне в чат, а что можно с ними сделать и будут ли рецепты на курсе. Вот прям решила сейчас сделать нам вкусный пирог, показать рецепт вкусного пирога. Сейчас осень, яблоко, корица, апельсин, цедра апельсина, апельсиновый сок. Как можно сделать? У нас здесь в равных пропорциях, по 50 грамм, по 70 можете взять, я взяла по 50, конопляная мука, рисовая мука и амарантовая мука и взяла овсяночку. Также у нас был, мы говорили о гуаровой камете, как она работает, сегодня я покажу. В начинке будет яблоко, натертое просто свежее яблоко с апельсиновой цедрой и с корицей. И здесь у меня сахар гур, вы можете брать любой. Два банана нам нужно будет в тесто. В тесто мы не будем класть сахар. У нас тесто будет с бананом и с апельсиновым соком, он уже будет такой сладенький. Но в начинку и в сверхнюю посыпочку мы положим сахар и он будет такой очень приятный. Все, начинаем готовить. Все, что нам надо, это просто соединить всю эту муку. И усиливаем здоровье, любви, благодарности, принятие счастья, успеха, изобилие и процветания. Все, наша выпечка будет не просто вкусной, но и еще волшебной. Теперь нам надо взять и бананы размять. Можно вилочкой, можно в блендере. Можно просто руками прям. Разминаем в пюрешку. Смешиваем, у нас здесь сок одного апельсина, смешиваем с содой или с разрыхлителем, чтобы она погасить ее. Все, что нам надо. Бананы теперь смешиваем. Здесь один банан, у меня два маленьких. Смешиваем. В среднем у нас было 200 грамм муки по 54 вида. Берем сок лимона, апельсина с содой и масло кокосовое. Можете взять любое растительное, которое у вас есть. В принципе, нам понадобится 3 столовые ложки. Вот так вот возьмем. И гуаровую камедь. Гуаровую камедь мы кладем сюда. Одну чайную ложку. По поводу гуаровой камеди у меня описано в телеграм-канале. Все. И просто мы все это замешиваем. А, еще главное. Ванильный сахар. Очень вкусно будет. Мы замешиваем тесто. И смотрите, если вам... Вот мне достаточно сахара от банана и у нас сладкие апельсины. Если вдруг вам будет недостаточно, можете положить по своему вкусу сахар. Просто руками замешиваем. Прям тесто получается... Оно... У нас получится как песочное тесто. Мы делаем такой пирог не сдобный, не бисквитный, а немножечко песочный. Тесто у нас, смотрите, получилось. Такое. Оно прям хорошо клеится. Прям, видите, мягенькое такое все. Вот. За счет того, что конопляная мука, она темная. Все. Откладываем тесто. Пусть оно постоит, а мы займемся нашей начинкой. Натертые яблочки, цедра одного апельсина. А у меня 4 натертых яблок. Корица. И сахар. У меня огур. Прям 2 столовые ложечки будет достаточно. Все. Просто перемешиваем. Начинка наша готова. И у нас осталась посыпочка. Эта посыпка очень классная, такая сверху. Используйте ее, пожалуйста, даже если вы просто делаете пирог глютеновый, из белой муки. Она будет очень вкусная. Она состоит из кокосовой стружки и овсянки перемолотой. И я сюда добавлю. У меня здесь на пирог обычно в среднем нужно 30 грамм или 40 овсянки и 40 грамм в равном пропорциях кокосовой стружки. Просто в кофемолке перемалываем. И также сахара. На усмотрение. Все. Вот наша посыпочка готова. Прям вот ее. Вот так вот она. Она очень вкусная будет. И на ягодных пирогах, фруктовых, сочетания здесь очень хорошо, когда это еще свежий. Они дают сок и очень вкусно получается. Яблоки у нас тоже свежие. Они дадут свой сок и пропитают. Будет очень вкусно. Все. Теперь формируем пирог. Так, вот формируем мы наш пирог. Я прекрасно его кодаю скалкой. Если вдруг у нас прилипает, добавляю муку. Вот мне даже не надо добавлять ее. Сейчас я красиво борта сформирую. Вот прям начиночки должно быть хорошо, чтобы он был сочненький такой у нас. Все, формируем. Вот, смотрите, какая красота. Запах вообще. То есть ванили, вот всех круп. Каждый имеет, потому что белая мука, она имеет, то есть безвкусный какой-то. У нее нету такого прям. А тут и кокос, и овсянка, и конопля пахнет, и специи. Ну, то есть прям такое очень вкусное. И мы просто нашу посыпочку сыпем. Она за счет того, что сок яблоки дадут, она такая как бы подклеится и будет в то же время рассыпчатая, как крамбур такой будет. Очень вкусно. Очень. Так. И представляете, сколько здесь витамин и аминокислот сразу. То есть у вас вообще просто целая таблица полезностей в этом. И он еще и красивый. Можно вот убрать нашу посыпочку, чтобы она не горела у нас. Ну, просто так вот формируем, убираем. Все. Вот наш пирог. Смотрите, 25-30 минут в духовке. Но, смотрите, 180 градусов по своей духовочке. Какое у вас электричество, какое напряжение, это надо понимать. Ну, в среднем где-то 25 минут. Бывает 20, если мощные духовки, мощное напряжение. Ну, в среднем где-то 25. Все. Выпекаем. И результат вы сейчас увидите. Смотрите, какой пирог у нас получился. Он такой ароматный. Здесь сочетание корицы, ванили, кокоса. В общем, просто. И вкуснее, вообразимый. Самое главное в этой выпечке безглютеновой пироги должны и вообще печеньки остывать. То есть не режьте их горячими. Они должны схватиться. И тогда они и форму держат. То есть они держат форму, они не разваливаются. Все очень даже классненько. Так что готовим на здоровье. Делимся своими шедеврами. И если хотите знать больше о кулинарии полезной, вегетарианской и веганской, то подписываемся на мой канал, ставим лайки. И до встречи в новых видео.